За приметив успех беззеркальных камер, основой которого являются небольшие габариты при возможностях взрослого фотоаппарата, фирма Canon решила выпустить самую маленькую в мире камеру, оснащенную зеркалом и кропнутой матрицей. Этим фотоаппаратом стал наш сегодняшний герой Canon S100D, являющийся функциональным продолжением тысячной серии. С вами Алексей и проект Firm.com, приступим к обзору. Традиционно вначале заглянем в коробку, а в ней нас встретят самокамера, батарея, адаптер питания, документация, USB кабель, диски с программным обеспечением и ремешок на шею. Перейдем к нежности фотоаппарата. Дизайн камеры очень похож на любительские модели вроде 600 и 650D, но с одним заметным отличием. Резина, покрывающая ручку, выполнена не в классическом стиле под кожу, а имеет сетчатую рифленую поверхность. Такое решение позволило значительно повысить ухватистость небольшой рукояти, снижая риск выродить устройство при работе. Снимать данным фотоаппаратом вполне удобно даже одной рукой. Сама же ручка уменьшена только ради снижения общих масс и габаритных показателей камеры, которые составляют 116,8 на 97 на 69,4 мм при массе в 407 грамм с батареей и картой памяти. В сравнении с более дорогим Canon E700D наш герой на 163 грамма легче и при этом заметно миниатюрнее. Это делает камеру практически шпионской, позволяя спокойно носить ее под верхней одеждой, не отягощая фотографа и не стесняя движений. Единственным негативным моментом является то, что из-за небольшой высоты ручки мизинец всегда висит под камерой. Спереди находится ручка со встроенным в нее икпортом, окошка подсветки автофокуса и байонет с кнопкой его замка. Сзади находится сенсорный экран, кнопки меню и инфо, фотоэлемент, видоискатель с колесиком подстройки резкости, кнопка Live View, клавиши Zoom In и Zoom Out, кнопка регулировки экспозиции, пятипозиционный NaviPad, клавиша быстрого просмотра и кнопка удаления. На правом торце пусто, а на левом расположены кнопки поднятия вспышки и репетир диафрагмы, а также заглушка, скрывающая разъемы под микрофон, пульт дистанционного управления, аудио-видео выход и HDMI. Сверху расположились динамики микрофона, встроенная вспышка, горячий башмак, селекторный диск, спаренный с триггером выключения камеры, кнопка ISO, колесико регулировки параметров съемки и кнопка спуска затвора. Снизу можно обнаружить штативное гнездо и батарейный отсек, совмещенный с гнездом под карты памяти формата SD. Как мы видим, все элементы управления привычны и повторяют аналогичные на Canon S650 и S700D, но при этом скомпонованы так, чтобы максимально уменьшить габариты фотоаппарата, сохранив удобство его эксплуатации. На матрице инженеры Canon не сэкономили, установив в камеру такой же датчик, как и на более дорогом Canon 700D. Его разрешение равно 18 мегапикселей при размерах 22,3х14,9 мм, что равно крупфактору 1,6. Данная матрица является усовершенствованной версией датчика из L600D, в которой возросло разрешение при высоких значениях ISO. Матрица способна покрыть диапазон светочувствительности от 100 до 12800 ISO, а значение в 3200 является рабочим, что очень и очень радует. Также благодаря фазовой гибридной фокусировке в режиме Live View автофокус камеры работает молниеносно, следящая автофокусировка срабатывает достаточно точно. Это будет полезно для видеосъемки, которая, к слову, осуществляется со скоростью 30 кадров в секунду. Недостатком кропа матрицы является уменьшение угла обзора используемой оптики. Если для съемки портрета или отдаленных объектов это очень даже полезно, то для фотографирования пейзажа или архитектуры вам понадобится широкоугольный объектив. К счастью, для камер Canon в продаже можно найти большое количество универсальных зум-объективов, с которыми вы позабудете о таком недостатке, как кроп. Установленный фотоаппарат из отвор способен отрабатывать выдержки до 0,004 секунды, а в паре с процессором Digic 5-го поколения он обеспечивает скорострельность серийной съемки в 4 кадра в секунду, что является средним показателем для любительских камер. Оптический видоискатель фотоаппарата является типичным для производителя, но с увеличением 0,87 крат, покрывающий 95% изображения, о чем нужно помнить при работе с широкоугольниками. Переходя к экрану его можно только похвалить. В сравнении с Canon 1100D он стал сенсорным, увеличился на 0,3 дюйма, а его разрешение выросло в 4,5 раза. При диагонали в 3 дюйма на нем уместилось 1,040,000 пикселей, так же как и на экране 700D. Углы обзора традиционно замечательные, а цветопередача естественна. Единственным недостатком дисплея стало отсутствие поворотного механизма, который здорово помогал бы при работе с фотоаппаратом. На камере установлен фирменный Bayonet EFS, который позволит пользоваться не только оптикой, предназначенной для кропа, но и полнокадровыми объективами. Фотоаппарат традиционно для Canon дружественно относится к мануальной оптике, благодаря рабочему отрезку 44 мм, что позволит использовать огромнейший парк старых объективов. Вместо кнопки дисплей, которая присутствовала на L600D, над видоискателем расположен фотоэлемент, который выключает экран при поднесении камеры к глазу, что способствует комфорту при съемке в темноте. Комплектная батарея такая же, как и в единственной беззеркальной камере от Canon EOS M. Ее емкости 875 мАч хватит на 350-360 снимков при использовании автофокуса, так что я рекомендую обзавестись несколькими дополнительными батареями. На селекторном барабане никаких нововведений найти не удалось, а вот триггер выключения камеры обзавелся положением, в котором включается видеосъемка, что существенно повышает оперативность работы видеооператора. Интерфейс камеры привычен и является точно таким же, как и в более старых моделях от Canon. Из софта хотелось бы выделить наличие фильтров в обработке изображения реального времени, таких же, как и в EOS M. Добор цинических режимов стандартен и состоит из таких, как дети, еда, свет от свечей, ночной портрет, ручная ночная съемка и HDR. Также добавилась полезная функция подавления хроматических аберраций, которая облегчит редактирование фото, полученных с использованием старой и светосильной оптики. Подведем итог. Canon очень постарались при создании 100D, поместив начинку от 700D в гораздо более изящный и компактный корпус, подкрепив это все улучшенной системой гибридной автофокусировки, оптимизацией расположения органов управления камеры, минимальной шумностью матрицы и массой всего в 407 грамм. Если я скажу, что камера ориентирована на новичка, то, скорее всего, буду неправ, так как она способна порадовать и опытного фотографа, и любителя. Учитывая стоимость камеры в 510 долларов США или 4100 гривен, я думаю, это самое лучшее фоторешение за такую сумму, особенно учитывая то, что стоимость прямого конкурента в лице Canon 700D почти на 1000 гривен выше. Примеры фото в высоком разрешении сделаны с помощью этой камеры, а также подробный текстовый обзор вы можете найти, переходя по ссылке из описания. Редакция Ferrum.com благодарит интернет-магазин Manzano.ua за предоставленный на тест Canon S100D. Это было видео на сайте Ferrum.com. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр. Пока! За приметив успех... Ну, начинай, пока я не махну. После того, как я нажал на кнопку, камера еще дрыжит. А я только руку поднимаю, а ты уже третье предложение говоришь. Только ты свету все закрыл, отойти, противный. Сейчас, ты на нем это... О, оооо! О, ооо! О, ооо! О, ооо! Субтитры создавал DimaTorzok